С нами на связи Александро Тенаси, министр юстиции Молдовы 2009-2011 и 2018 годов, председатель Конституционного суда Молдовы 2011-2017 годов, экшлен Венецианской комиссии. Здравствуйте. Добрый вечер. А мы также вначале сообщали нашим зрителям о том, как, собственно, происходит, да, вот первые вот эти сигналы влияния Российской Федерации на выборы в Молдове. И вспоминали о Евгении Гуцел, да, главы автономно-территориального образования Гагаузия, которое я вот хотелось бы вам в том числе напомнить и нашим зрителям, которая в одном из интервью говорила, что Гагаузия оставляет за собой внешнее самоопределение, выход из состава Республики Молдова. И мы знаем, что есть санкции по отношению к ней и не только. Но вот кроме санкций, говорится ли о том, что вот такие заявления, говорят ли о том, что это некий сепаратизм и должно даже быть возбуждено уголовное дело против Гуцел? Как вы считаете? Ну, насколько мне известно, Генеральная прокуратура возбудила ряд уголовных дел по факту сепаратизма и по другим схожим преступлениям относительно разного рода действиям лидеров гагаузской автономии. С другой стороны, я не думаю, что стоит воспринимать госпожу Гуцул как столь представительную фигуру. На самом деле она не представляет абсолютно никого, кроме как своего московского шефа Илона Шора. Стала она руководителем гагаузской автономии путем подкупа избирателей и ничего общего это с демократическими процессами абсолютно не имеет. И, по-моему, мы слишком много внимания уделяем этой персоне в контексте геополитических событий, которые происходят в этом регионе. Россия пытается повлиять на выборы в Республике Молдовы. России не нужна гагаузская автономия. У нас есть ясный пример того, как обходится Россия с Приднестровским регионом, которого она оккупировала в 1992 году и до сих пор удерживает эту территорию. Люди там живут в полной нищете, произвол властей и разного рода бандитских формирований. Из 700 тысяч людей, которые жили в Приднестровье в 1991-1992 годах, там сейчас живет 200 тысяч, это еще хорошо. Поэтому России не нужны эти территории для того, чтобы их облагораживать или что-то им принести. Это инструменты, давление, которые используются Российской Федерацией в своих стратегических планах по воссозданию бывшей Советской империи. Поэтому Кремлю на самом деле глубоко наплевать и на гагаузов, и на всех остальных. Их сейчас интересует другое. Им нужна вся Молдова, и они пытаются повлиять разными инструментами и способами на выборы президента, которые происходят. Кремлю крайне важно каким-то образом заблокировать референдум по вступлению в Европейский Союз, и поэтому сейчас все орудия направлены именно в этом направлении. Видно было, что вот такие заявления, они, в принципе, и влияют также, да, на, возможно, предстоящие референдумы. Накаляя такую историю, скажем так, о расколе в обществе Молдове, как вы считаете, кстати, о поддержке и европейской интеграции Молдовы, ну и нынешнего президента Майя Санду? Ну, на самом деле, политика нынешнего президента Майя Санду, она пользуется широкой поддержкой. Не случайно госпожа Санду у нас все-таки лидирует во всех опросах общественного мнения, и это является основным кандидатом, который будет участвовать на этих выборах с самыми большими шансами. Победа Майя Санду в некоторых свойствах будет означать гарантию того, что нынешний внешнеполитический курс, он сохранится. Что касается референдума, это событие больше с политической нагрузкой, скажем так, потому что правовые последствия этого референдума, они сейчас, конечно, не столь ощутимы, но это фиксируют, так же, как это было в случае, я не знаю, в Украине, в Грузии, фиксируют геополитическую стратегическую направленность внешней и тех внутренних политических процессов, которые происходят. Для России крайне важно заблокировать и не допустить этого, чтобы этот процесс именно шел этим руслом. Поэтому они используют огромные средства, и, может быть, вы знаете, слышали об этом только буквально две недели тому назад была обезврежена целая сеть, которая была устроена Кремлем для подкупки голосов. В этой сети участвовало более 130 тысяч человек. За один голос, в конечном итоге, предлагалось около 100 евро. Деньги, которые тратятся просто огромные на эти цели. Но я думаю, что для Кремля стратегически важно сейчас в этом контексте, это очень сложная ситуация, в которой находится Украина, получить контроль над Республикой Молдовой и использовать территорию нашей страны и нашу страну как очередное оружие против нашего соседа Украины. И наши граждане прекрасно это понимают. Хочу отметить, что даже политические деятели, и те, которые, скажем так, негласно работают на Кремль, они остерегаются в публичном пространстве таким-то образом выступать открыто против этого референдума. Они используют разного рода аргументы и призывают людей либо бойкотировать, они ссылаются на какие-то юридические неточности этого проекта, но на самом деле остерегаются атаковать этот проект с точки зрения европейской направленности, потому что проевропейский вектор, он пользуется сейчас основной части населения большой поддержкой. Александру, а также один из улюбленных, любимых приемов России в том, как она вмешивается во внутренние дела Молдовы, это уличные акции. Не смогли подкупить избирателей, очевидно, сейчас будут стараться вывезти на улицы. Готовятся ли к этому люди в Молдове? Заметно ли это? И как вы думаете, будет ли Россия продолжать после 20-го числа или после второго тура, если он будет и между турами, раскачивать ситуацию на улице? Ну, несомненно, Россия будет пробовать раскачивать ситуацию и на улице, и будет использовать все доступные инструменты для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Дело в том, что с этой точки зрения Россия очень предсказуема. Ничего нового или более оригинального они представить не могут. Проблема в другом. Как проблемы? Ситуация отличается в том, что сейчас прокремлевская оппозиция, она потеряла моральный авторитет. Да, действительно, политики, которые проводила Майя Санду, в том числе и в экономической сфере, привело к серьезным социальным проблемам, в том числе и в экономике. Это, конечно, связано и с войной, потому что все вокруг нас поменялось после 22-го года. Естественно, все мы пострадали в той или иной мере. И определенный уровень недовольства есть. Но основная масса населения не путает недовольство от того, что у нас высокие цены, и не ищут убежища, либо решения проблемы, прибегая к протестам, организованных Путиным. Дело в том, что без денег, я думаю, Кремль не способна организовать ни одного протеста в Кишиневе. А в той ситуации, как сейчас у нас работают правоохранительные органы по обезвреживанию вот этих криминальных структур и незаконных каналов финансирования Кремля, я думаю, шансов у них довольно мало. Как это не странно будет звучать, правительство довольно уверенно контролирует ситуацию на данном этапе. И ничто не предвещает, что действия Кремля могут каким-то образом серьезно повлиять либо расшатать ту политическую ситуацию, которая у нас есть на данном моменте. Но, конечно, все будет зависеть от выборов президента и от исходов референдума, потому что президентские выборы у нас сейчас считаются как первым этапом или часть того же процесса по формированию власти, вместе с парламентскими выборами, которые будут происходить в следующем году, где-то осенью. Поэтому эти вещи надо как-то рассматривать в совокупности. И я думаю, что наши власти сейчас довольно уверенно справляются с этой ситуацией и они готовы ответить на все вызовы, которые, по крайней мере, про окси войны или гибридной войны, которую организует Кремль против нас. Что ж, Александру, спасибо. Следим за Молдовой. Спасибо, что нашли время. В воскресенье, напомню, выборы и референдум. Так что и вам тоже обязательно позвоним. Это был Александр Тенаса, министр юстиции Молдовы в прошлом, бывший член Венецианской комиссии. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова